15,5 миллиардов тенге потратят на проведение референдума по строительству атомной электростанции. Об этом рассказали в Центральной избирательной комиссии. В организации проведения голосования будут задействованы 70 тысяч человек. Большая часть затрат пойдет на оплату их труда. В стране будут функционировать 10 327 избирательных участков. За границей подготовят 78 точек в 63 странах мира. В ЦИКе подсчитали, что воспользоваться правом голоса в этот раз смогут больше 12 миллионов человек. По состоянию на 1 июля в целом по стране 12 миллионов 176 тысяч 968 граждан имеют право быть включенными в список для участия в референдуме. Участвовать в референдуме могут как граждане с постоянной регистрацией, так и граждане без постоянной регистрации. Граждане, имеющие временную регистрацию, он может выбрать, в каком месте он будет голосовать. Казахстанцы заговорили об излишних тратах на проведение референдума. Мол, эти деньги можно направить на строительство социально значимых объектов и улучшение инфраструктуры в городах и областях страны. На сайте ePetition уже появилась петиция, где набирают голоса за проведение выборов и референдумов онлайн через ЭЦП. Автор петиции считает, что таким образом можно значительно уменьшить затраты бюджета. В настоящее время на проведение выборов и референдумов расходуется значительное количество государственных средств и человеческих ресурсов. Эти затраты включают аренду помещений, оплату работы избирательных комиссий, обеспечение охраны и другие административные расходы. В условиях развития цифровых технологий и широко использования электронной цифровой подписи предлагаю перейти к проведению выборов и референдумов в онлайн формате. Это позволит существенно снизить затраты бюджета и упростить процесс участия для граждан, обеспечив при этом высокую степень безопасности и конфиденциальности голосования. Онлайн формат также увеличит прозрачность выборов и снизит вероятность фальсификаций. Эксперты говорят, не все казахстанцы готовы к проведению референдумов и выборов онлайн, а некоторые сомневаются в честности подобных голосований. В большинстве стран, в том числе развитых, на проведение подобных национальных голосований, которые затрагивают каждого совершеннолетнего гражданина страны, также выделяют колоссальные суммы из бюджета. Это срок, да, Чернобыль, там также были, например, у нас ядерный полигон, и в этом отношении народ более остро как бы реагирует на этот момент, и необходимо понять, большинство населения за или против. Я думаю, сам процесс референдумов, это правильно, а те расходы, если мы хотим более качественно провести, соответственно, надо в бюджете выкладывать больше средств на этот референдум. А если ограничим финансовым ресурсом, соответственно, оно будет менее качественное проведение референдума, и, соответственно, можно говорить, насколько оно будет объективно. Вот, исходя из этого, я считаю, эти затраты будут соответствовать тем требованиям качества, именно проведения референдума. И это будет недешево. И для любой страны, и за рубежом всегда различные референдумы, либо голосование, всегда оно является дорогостоящим мероприятием. И с этим необходимо смириться, если мы хотим понять воли заявления населения. Пока 100% население, возможно, не готово. Возможно, в будущем будет. Онлайн сейчас проводят, как бы, ну, смешанные. И так, и через онлайн. Ну, было же перепись населения. Ну, пока большинство странах, даже в развитых странах, реки рынок проводят путем прямого голосования через различные избирательные унии, либо там различные учреждения специализированные. Пока даже в той же Соединенных Штатах проходит путем прямого присутствия. Сейчас Казахстан зависим от зарубежной электроэнергии. В пиковые моменты импорт электроэнергии доходит до 9% от общего энергопотребления в стране. Дальше хуже. По прогнозам экспертов, к 2040 году численность населения достигнет 25 миллионов человек. Чтобы обеспечить их электроэнергией, придется тратить на импорт баснословные средства из бюджета. Казахстан уже энергодефицитная страна. В декабре прошлого года у нас, например, был пик. Это 9% от энергопотребления мы импортировали, ну, в основном из Российской Федерации. Я рассказываю, так скажем, простыми цифрами, словами. Это равносильно тому, что, ну, если бы мы не покупали у России, или, например, Россия по каким-то причинам не продавала бы нам, ну, не было бы у нас хороших там взаимоотношений между главами государства, или там у России свои какие-то вопросы были бы, это было бы родоносильно тому, что весь Казахстан по 2 часа в день в декабре сидел бы без света. Вот такой энергодефицит и энергокризис в Казахстане. Он назрел уже давно. Средний возраст казахстанских ТЭЦ 62 года, это официальные цифры. Потребление у нас растет, население растет, промышленность растет, и новой генерации, естественно, за это время не было, потому что ее строить было не на чем. Уголь мир не финансирует, это грязные технологии считаются. Газа у нас для этого нет, газ у нас в дефиците. Ну, и остается в принципе только атом. Эксперты говорят, к 2035 году Казахстану нужны будут не одна электростанция, строительство которой зависит от референдума, а три действующие атомные электростанции. Мирный атом используют во многих развитых и развивающихся странах мира. Сейчас в 32 государствах работают 440 активных атомных реакторов. Чтобы построить АЭС, просто изъявить желания недостаточно. Нужно пройти немало инстанций, договориться с международными организациями, найти участок для строительства. При этом Казахстан является мировым лидером по добыче урана. Его используют для АЭС во многих странах. А наша, говорят эксперты, словно сапожник без сапог. Нужно понимать, что все строительство происходит под надзором международных структур, МАГАТЭ, которые указывают, где можно строить, где нельзя, где какие уровни и технологические допуски, где какие системы безопасности. И нужно понимать, что, например, в нестабильных странах с политическим таким нестабильностью, например, атомные станции запрещены к строительству. Ну, сейчас мы видим события, да, там должна была запуститься атомная станция. Ну, наверное, запуск может быть чуть-чуть отложен на время нестабильности. А вообще, в целом, если Казахстан войдет все-таки в этот атомный клуб, это, конечно, большой рывок для развития технологий, для развития науки, для развития кадров. Эксперты говорят, количество аварий на атомных электростанциях ничтожно мало, но последствия подобных катастроф пугают своей масштабностью. Поэтому некоторые казахстанцы настроены против строительства атомной электростанции на территории нашей страны. Я против. Насчет атомной электростанции? Да. Почему? Да, потому что уже нам хватит на опыт от Черновольской атомной электростанции. До сих пор идет отголоска, до сих пор люди болеют. И мы хотим тоже, что ли, этого? А вот на проведение референдума выделили 15 миллиардов. Как вы считаете, можно провести ли онлайн? Это очень большая сумма денег уходит на этот референдум. Мы бы сами смогли обеспечивать себе электроэнергию. Разве это плохо? Голосование пройдет 6 октября с 7 утра до 8 часов вечера. В бюллетенях будет всего один вопрос – согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане? Необходимо будет отметить один из двух вариантов ответа – да или нет. Результаты референдума станут известны в течение недели после голосования и будут признаны состоявшимися, если более половины граждан проголосуют. Положительное решение будет принято, если более 50% от числа голосовавших ответят утвердительно. Если большая часть казахстанцев будет за, то строительство атомной электростанции могут поручить китайской, корейской, российской или французской компании. Между тем, российский Росатом будет строить малую модульную АЭС в Монголии.